Недавно завершился громкий судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. За трансляцией публичного заседания в прямом эфире каждый день наблюдали миллионы людей, не говоря о тех, кто решил посмотреть видеозаписи позже. Актеры пытались не только доказать свою правоту и защитить себя от наказания, но и привлечь зрителей на свою сторону. Может сложиться впечатление, что они вели себя в рамках определенного образа, а их адвокаты использовали различные психологические хитрости и манипуляции. Так ли это? Почему актерам важны зрительские симпатии? Ведь исход дела зависит от показаний в суде, а нет количества поклонников. Искренние ли чувства Джонни Деппа и Эмбер Хёрд судей? Или кто-то из них пытается показать себя присяжным с наиболее выгодной стороны? Чего хотят добиться актеры, кроме доказательств через суд? И почему все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд? Как вы думаете, от кого в большей степени зависит успех в судебном заседании? Судья, присяжные адвокаты или непосредственно участники? То есть в данном случае Эмбер или Депп? Нужно отдать должное, больше заслуга приходится на плечи адвокатов, которым нужно проанализировать большое количество информации и на основе этого построить успешную тактику. И чуть позже я расскажу об их роли и участии в этом. За это они получают большие деньги и пользуются успехом. За успешный анализ и реализацию своих планов. Аналитические навыки сейчас актуальны абсолютно любому специалисту. Таким же успехом во всем мире пользуются и IT-специалисты, которые работают именно с анализом данных. Только к ним еще добавляются дополнительные преимущества. Это работа из любой точки мира и потребность в их навыках даже в кризис. Две перспективных профессии этого направления на данный момент это дата-аналитик и дата-сантист. Дата-сантист строит и тестирует математические модели поведения данных и помогает делать прогнозы. И чар о делу тем, кто хочет увольняться, а юристам расшифровывают слабо читаемые текста или создают умную ленту в ютубе. А дата-аналитик же собирает данные, обрабатывает и делает выводы и помогает бизнесу принимать важные решения. Маргетологам понять, каким клиентам что рекламировать или помогает определить, какой отдел более эффективный, а какой нет. Вы можете стать дата-сантистом или дата-аналитиком с нуля, пройдя нужный курс от Skill Factory. Эти курсы созданы ведущими российскими профессионалами и насыщены практикой. У школы отличные отзывы и средняя оценка 4,7 из 5. Обучение основано на практике. Вас ждет поддержка менторов на всех этапах обучения, стажировки и индивидуальная подготовка к поиску работы. Для этого в Skill Factory есть карьерный центр. Переходите по ссылке в описании и осваивайте сферу IT. А по промокоду MENTAL вы получите на минуточку скидку в 45%. А мы продолжаем разбор. Первый и вполне очевидный вопрос, который у нас возникает, чего хотят добиться Джонни и Эмбер во время этого суда. Важно проговорить. У них было две основные цели. Доказательство собственной правоты и выиграть дело. Отстоять свою честь. Но в достижении этих целей есть и другие задачи, которые помогут достижению основных целей. Это создание общественного резонанса и завоевание зрительских симпатий. Зачем же создавать общественный резонанс, если в суде главное это доказательство? Общественный резонанс это искусственное привлечение средствами массовой информации общественного внимания к тому или иному социальному или политическому событию. Предполагается, что судья и присяжные должны непредвзято рассматривать представленные доказательства и выносить решения без опоры на общественное мнение или собственные эмоции. Для этого при подборе присяжных людей просят заполнить анкеты, в которых они должны заполнить не только базовую информацию наподобие имени, фамилии, даты рождения и так далее, но и ответить на некоторые вопросы о событиях их прошлого, которые могут повлиять на принятие решения. Например, если идет слушание по делу об убийстве, человек, у которого в прошлом убили близкого, из-за травматичного опыта может предвзято относиться к данному делу и неосознанно игнорировать доказательства невиновности подозреваемого. Однако рассмотрение многих судебных дел изменилось благодаря резонансу в СМИ, так как люди не живут в вакууме и подвержены общественному влиянию. Люди – существа социальные, поэтому бессознательно пытаются присоединиться к группе. И когда они видят, что у группы есть определенное мнение по какому-то вопросу, некоторые могут бессознательно подстраиваться и перенимать это мнение. От мнения обычных людей зависит, как будет складываться карьера обоих актеров после завершения суда. Вспомним, как Джонни Деппо моментально отстранили от съемок в «Пиратах Карибского моря» и «Фантастических тварях», как только появились первые подозрения о том, что он бьет свою жену. Кинокомпании боялись навлечь на себя гнев зрителей, если бы они подержали человека, которого обвиняли в домашнем насилии и сняли актера с роли, несмотря на огромный штраф, который пришлось им выплатить. Из-за суда пострадала и карьера Эмбер Хёрд. Фанаты Джонни Деппо, желая отомстить бывшей супруге актера, собрали огромное количество подписей под петицией об исключении женщины из фильма «Аквамен 2». Хотя актрису не сняли с роли, кинокомпания не захотела навлечь на себя гнев зрителей. Из-за антипатии Кэмбер ее экранное время сократили до 10 минут. Хотя она играла напарницу главного героя «Аквамена», а значит, ее персонажи по сюжету должны были уделить намного больше времени. Подобные случаи не единичные. Джеймс и Ганна, режиссер обоих частей «Стража Галактики», сначала уволили из-за его твита за 2011 год, но после колоссальной поддержки общественности вернули в работу. И таких примеров много. Это не всегда работает как часы, однако влияние все же имеется даже на четко регламентированные правила. Для достижения своих целей и задач Джонни и Эмбер, и их адвокаты используют свои приемы и выбор роли в суде. Хоть они и должны говорить правду, все-таки актеры могут выбрать, как преподносить информацию. Джонни и Эмбер придерживаются двух разных манер поведения, которые мы рассмотрим чуть позже. Прежде всего стоит отметить, что придерживаться в суде определенного образа – это не какая-то новая необычная практика. Если идет суд с присяжными, то адвокаты, разрабатывая линию защиты клиента, не только рассказывают о том, как человеку себя нужно вести, как преподносить информацию и каким образом отвечать на вопросы, но и даже дают рекомендации по поводу того, в какой одежде им стоит прийти на заседание. Дебра Богартс проработала адвокатом 37 лет, а последние 14 лет была удостоена звания супер-юриста Южной Калифорнии. В журнале Plaintiff, название которого переводится как «Истец», адвокат рассказала начинающим юристам о том, каким образом им нужно подбирать одежду для их клиентов, почему важно следовать определенному дресс-коду и дала несколько полезных советов. Юрист сказала, что как бы мы ни говорили о том, что значимый слов не зависит от того, как выглядит человек, на самом деле люди в первую очередь оценивают внешний вид, и отношение может повлиять на исход дела. Она рассказала несколько историй из своей практики, когда благодаря изменению внешнего вида менялось отношение других людей к ее клиентам, и каким образом это помогало выиграть суд. Например, одной из девушек, обычно носившей обтягивающие наряды, для суда Дебра посоветовала надеть мягкий голубой свитер и юбку с цветочным принтом. Это помогло продемонстрировать беззащитность девушки и показать, что ее обманули, и она случайно попала в неприятную ситуацию. Клиентке юриста удалось вызвать сочувствие у судей. Это был один из факторов, который повлиял на то, что дело решилось в ее пользу. Мне знакома одна ситуация, где подобным образом пытались выстроить образ персонажа, но это не принесло действительно положительных результатов. По этой причине то, что Эмбер Хёрд одевается как Джонни Деппа во время суда, далеко не простое совпадение, а продуманная тактика адвоката, который таким образом хотел произвести нужное впечатление на присяжных. Юристы советуют суд одеваться профессионально и нейтрально, и классические костюмы звезд как нельзя лучше подходят для этой цели. Благодаря выбору гардероба обоих актеров в суде воспринимают более серьезно. Однако многие адвокаты, в том числе и Дебра Богартс, о которой я рассказывал чуть ранее, стараются одевать клиенток более женственно, чтобы показать их беззащитность и вызвать сочувствие у суда. Хотя публичное заседание не показ мод, первое впечатление о человеке строится на основе его внешнего вида, и адвокаты это успешно используют. Однако это не основной фактор победы в суде. Адвокат же Эмбер старался продемонстрировать обратное. Он хотел показать, что актриса сильная. В СМИ отмечают, что у нее довольно брутальные мужские образы, которыми она одеркаливает костюмы Джонни. Это сделано, чтобы оказать психологическое давление на актера. И подбор подобного образа – первая ошибка адвоката Эмбер. Справедливости ради, значение внешнего вида имеет краткосрочный эффект и зачастую не имеет такого большого значения. Это простое соблюдение норм и правил относительно того контекста, в котором ты находишься. Из-за этого Эмбер Хьорд не удалось создать образ жертвы, и присяжный не начинает ей сочувствовать в полной мере, потому что ее поведение и риторика имеют чуть большее значение, чем ее образ. Давайте разберем, какого образа придерживается Джонни Депп во время судебных разбирательств. Если мы откроем Ютуб и ведем в поисковике имя Деппа, то увидим множество нарезок смешных моментов из суда. Актер отшучивается и не дает прямого ответа. Вы не проносили кокаин в той коробочке? Нет, но она в принципе подходит для кокаина. Вроде бы это уход, но это играет и другую, достаточно важную роль. В рамках поддержания своего образа Джонни Депп постоянно в коммуникации использует иронию. Ирония – это стилистический коммуникативный прием, который выражает скрытую насмешку. Вы очень сильно пили. Вы там были? По утрам вы пили виски, верно? А разве для выпивки нужно особенное время? Американский ученый Джон Авербек защитил докторскую на кафедре коммуникаций в Университете Оклахома. И он рассказывает, что этот коммуникативный прием тесно связан с двумя личностными факторами – агрессией и аргументированностью. Связь иронии с агрессией может показаться необычной. Но на самом деле мы часто используем этот коммуникативный прием, когда хотим кого-то раскритиковать. Например, если человек опоздал на встречу, то ироничный вопрос о том, почему он пришел так рано, продемонстрирует человеку злость и раздражение. И своего рода упрекнет его в этом опоздании. Применение иронии соответствует образу Джонни Деппа в суде. Многим людям подобные шутки кажутся забавными. И такое поведение Деппа будет повышать лояльность. Так как помимо собственного непонимания и раздражения от вопроса, такой реакции он дискредитирует адвоката-оппонента, показывая абсурдность его слов. И такое настроение перенимает все окружающие. Рассмотрим, как Джонни использует иронию и разберемся, как она связана с агрессией. Это уже не впервые, когда вы говорите, что Эмбер сильно ударилась в стену. Покажите улику 213. Сильно удариться в стену. Основано на... Стремлении, что она... Да, да, это стремительно. Извините, я... Говорю, вам не мешает. Вы... вы ответили на мой вопрос. О, как вам угодно, сэр. Мы видим, что адвокат задает вопрос Джонни, но не дает ему ответить, перебивая его. Удай поэта вызывает раздражение. Актеру не удается высказать свою точку зрения и объяснить присяжным свое поведение. На слова адвоката о том, что он уже ответил на вопрос, он с иронией отвечает. Вы... вы ответили на мой вопрос. О, как вам угодно, сэр. Демонстрируя раздражение через скрытую насмешку. Тот же самый ироничный стиль используют свидетели со... Если Джонни постоянно шутит, завоевывая таким образом зрительские симпатии, то Эмбер Хёрд наоборот. Намеревается вызвать у зрителей сочувствие и сострадание. Первый основной способ, благодаря которому она это делает, слезы и плач. То есть через эмоцию печали. Считается, что плач заставляет нас добрее относиться к расстроенному человеку и проявлять сочувствие. Однако есть исследования, которые говорят, что это не совсем так. Ученые Марсель Крун и Мишель Хендрикс проанализировали социальные реакции на плач взрослых людей. Респондентам описывали ситуации, в которых некоторые люди плакали, а другие не плакали и спрашивали, как они будут себя с ними вести. Участники сообщили, что будут больше поддерживать плачущего человека. По отношению к нему они будут меньше выражать негативных эмоций. Однако регрессионный анализ показал обратные результаты. На самом деле, плачущие люди вызывали больше раздражения у участников исследования, чем те, которые не демонстрировали своих эмоций. Подобную ситуацию мы наблюдаем и во время суда. Это одна из причин, почему люди, когда видят слезы Эмбер в зале суда, не проявляют к ней сочувствия. Кажется, что наоборот, ее проявление эмоций вызывает у зрителей негатив. Это еще соотносится с тем, что адвокат Деппа ловит на противоречиях Эмбер. И мы сразу пришли к соглашению, что я сделаю пожертвование. Но вы таки и не пожертвовали 7 миллионов долларов на благотворительность. И с каждым разом ты уже не веришь таким заявлениям и эмоциям. В общем, они чувствуют фальшь и неискренность. Многие задаются вопросом, были ли искренние эти слезы или нет. Как я уже и сказал, у обоих актеров есть образы, за рамки которых они стараются не выходить, чтобы показать свою правоту. Для поддержания этого образа актрисе нужно демонстрировать свои эмоции и рассказывать о том, что она чувствует. Также ей важно, чтобы в СМИ ее показали в той роли, в которой она себя выдвигает. То есть в роли жертвы. По этой причине она хочет, чтобы в зале суда сделали хорошие фотографии, которые привлекут внимание общественности и покажут, что она жертва. Этим объясняется момент, когда Эмбер вытирала слезы и поглядывала на репортеров. Проверяю, снимают ли они ее в данный момент. Однако люди бессознательно считывают неискренние эмоции. И если человек пару раз попадается на вранье, то ему перестанут доверять. Также во время дачи показаний Эмбер постоянно смотрит в сторону, где находятся присяжные, не поддерживая зрительный контакт с теми, о ком говорит. Она постоянно отвечает заготовленными фразами. Да, все верно. Да, согласна, все верно. Нет, это неверно. Что наталкивает нас на мысль о том, что все ее показания – заготовленные ответы. Из-за этого ее слова кажутся нам неискренними. И у нас создается впечатление, что она играет на публику, а не пытается доказать правду так, как она есть. Деп, в свою очередь, отвечает достаточно расслабленно и поддерживает визуальный контакт с тем, кто задает вопрос, либо не следит за своим взглядом. Он дает полные ответы на вопросы. Есть несколько интересных ситуаций, когда все почти вышло из-под контроля. И пару из них я хочу разобрать. Мы видим, что Эмбер не выдержала давление от адвоката Джонни Деппа, когда та начала ее спрашивать, пожертвовала ли она деньги. Сидя сегодня, здесь вы так и не пожертвовали 7 миллионов долларов на благотворительность после развода. Разве не так? Нет, это неверно. Я обещала, что пожертвую все 7 миллионов долларов на благотворительность. Мисс Хёрт, мисс Хёрт, я боюсь это сделать. Вы не заплатили 3,5 миллиона долларов, как и обещали, по ECLU. Да или нет? Еще не заплатила. Эмбер всячески пытается уйти от ответа на вопрос. Она не может врать суде, так как это легко проверить по соответствующим документам. Адвокат не подготовил ее к такому давлению. И она говорит, что для нее слова пообещать и пожертвовать – это слова-синонимы. Для меня обещания и пожертвования – слова-синонимы. Но они для меня. Мисс Хёрт. Помимо того, что эта ее фраза стала мемом, и в комментариях все шутили по поводу слов-синонимов, она не смогла произвести нужное впечатление на присяжных. Юрист Джонни Деппа потом все же добилась от актрисы признания о том, что та не отправила деньги организациям. Я еще не смогла сделать выплаты по всем этим обязательствам. Это еще больше уменьшило доверие к актрисе со стороны зрителей и присяжных, и мы видим, что в перспективе эти слова сыграли против нее. Однако это было не единственный раз, когда все пошло не по плану Эмбер. Я не херстаюсь, я не спрашиваю, я просто в моем голове instantly думаю о Кейт Мосс и стены. Она допустила ошибку во время дачи показаний и назвала имя Кейт Мосс. Мы видим реакцию адвокатов на это. Один из них улыбнулся и повернулся к другому. Ведь теперь они имели право вызвать Кейт Мосс как свидетеля. Эмбер понимает, что она прокололась. Учитывая, что до этого разговора она ни разу не упоминала Кейт Мосс, и та не собиралась свидетельствовать со стороны Эмбер, мы можем сделать вывод, что адвокат запретил ей упоминать имя бывшей Джонни, чтобы построить сильную линию защиты. Когда же Кейт Мосс заявила, что никто ее не скидывал с лестницы, это еще больше ухудшило положение актрисы в суде. Джонни Деппу удалось доказать свою правоту в суде. Он выиграл дело о клевете против своей бывшей жены. Не последнюю роль в его победе сыграло его поведение в суде. Правильная тактика помогла убедить присяжных в его невиновности. Благодаря верным поступкам Джонни и его адвоката, успешно удалось завоевать зрительские симпатии. Еще до того, как стал известен исход дела. Его начало поддерживать большинство людей, наблюдающих за процессом. А на Эмбер вылилось огромное количество негатива, что логично. Однако было бы неправильно сказать, что на восприятие публики повлияло только поведение Джонни в суде. Хоть это и сыграло одну из главных ролей. Повлияли показания обоих актеров, знания и умения их адвокатов, более сильной репутации и известность Джонни Деппа и многое другое. Поведение Джонни Деппа и Эмбер Херт во время суда целиком и полностью зависело от тактики, выбранной адвокатами. Оба актера преподносят информацию по-разному. Скорее всего, как им посоветовали это сделать юристы. А потому нельзя сказать, что они ведут себя абсолютно искренне. Это относится не только к этому публичному заседанию, но и к любому суду в принципе. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, на который вы можете подписаться, где я размещаю различную информацию по коммуникации, развитию коммуникативных навыков, полезной информации, которая может вам пригодиться в жизни. Практический телеграм-канал. В общем, самые актуальные ссылки, как всегда, в описании. Переходите, знакомьтесь, если вам интересно продолжать путь в этой теме. А так, вы всегда можете подписаться на канал на ютубе, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, которые сейчас выходят регулярно, и быть в теме актуальных событий, где я разбираю различные ситуации, персонажей, фильмы, коммуникативное правовостояние с точки зрения анализа коммуникации. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дыроках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Продолжение следует...